Гитлер Портрет Шантажист К концу 30-х годов Гитлер находился на пике своей власти, власти, которую он украл. С помощью шантажа он добился того, что стал вождем, фюрером, своей партии, обманув президента Рейха, стал канцлером. Соблазном он опутал народ Германии, став его тираном. А дальше он понес обман и шантаж за пределы страны под личиной Ангела Мира, который преследовал лишь одну цель – отменить направленные против Германии пункты Версальского договора. Сегодня вы должны встать перед всем миром, рядом со мной и за мной, и торжественно провозгласить. Мы не хотим ничего, кроме мира. Мы не хотим ничего, кроме покоя. Мы хотим только посвятить себя своим обязанностям. Мы также не хотим ничего, кроме равных прав. И мы никому не позволим забрать нашу честь. На благо германского народа мы должны воевать каждые 15-20 лет. Гитлер. Германский народ больше не является обесчищенным народом, который снедает стыд и самоуничтожение, слабодушие и отсутствие веры. Германский народ снова силен духом и волей, силен своим упорством, силен настолько, что принесет любые жертвы. Господи, мы не отречемся от Тебя. Благослови нашу борьбу и наше освобождение, наш народ и нашу Родину. Господи, мы не отречемся от Тебя. Но благослови нашу борьбу и наше свободное, и так же нашу Россию и наше Россию. Горе тому, кто слаб. Гитлер. Я считаю, что Гитлер был не вполне нормальный человек. То есть, фактически ненормальный. И его помешательство носило самый необычайный характер. Но тогда его ненормальность казалась немцам вполне нормальной. В марте 1935 года Гитлер нарушил Версальский договор. Он ввел всеобщую воинскую повинность и начал создавать армию с 36 дивизий, вермахт. Флот, достаточный для участия в боевых действиях, и мощную авиацию, люфтваффе. Соседние страны ограничились вялыми протестами. И Гитлер воспользовался передышкой. Весной 1936 года он сделал еще одну вылазку. 30 тысяч человек вошли в рейнскую демилитаризованную зону, прямое нарушение договора. Запад опять никак не отреагировал. Они смотрели на Гитлера как на силу, способную противостоять большевистской России. Поэтому пустили самый лучший шанс остановить немецкого миротворца с помощью вооруженных сил. Реоккупация рейнской зоны была для него самой азартной ставкой. Это был момент, когда Запад... Словом, это был шанс для западных стран. Они бы могли его тогда уничтожить. Реоккупация рейнской зоны нашими войсками была самым трудным и дерзким предприятием в моей жизни. Министр иностранных дел, Нейрад, был тогда единственным, кто сказал ему, «Господин Гитлер, вы можете рискнуть. Ничего не случится». Я часто слышал потом, как Гитлер говорил. Тогда все до одного генерала перепугались, и только Нейрад, хитрый шваб, сказал господин Гитлер, «Вы можете рискнуть». Возвращаясь из своего триумфального путешествия по вновь присоединенным территориям, фюрер говорил своему ближайшему окружению, что, с одной стороны, он избавился от нерешительности, он ликовал, «Как я рад, Господи, как я счастлив, что все прошло гладко». Фортуна действительно улыбается смельчакам, да поможет им Бог. Он поставил пластинку с увертюры вагнеровского «Персифалия» и краснобайству. «Я строю свою веру от Персифалия. Нельзя принимать униженную позу. Только тот, кто несет меч героя, призван служить Господу». КОНЕЦ Еще в 1924 году, когда он написал «Майнкамп», он точно изложил свое намерение. И вовсе не отмена Версальского договора была его главной целью, о чем он без устали твердил, начиная с 1933 года. Он хотел больше. «Насильственное расширение территории Великой Германии». Так он это излагал. «И тотальное истребление евреев». Очевидно, немногие читали и поняли книгу Гитлера. Его биограф Конрад Хайнен, вот что сказал о нем тогда. «Когда Гитлер строит планы, война всегда маячит где-то рядом. Может ли этот человек жить, ничего не коверкая в этом мире?» Без сомнений, у него была одна блистательная черта. Он был настоящий злой гений. Выдающиеся гений не опускаются до обычной гуманности. Гитлер. Одурманенный своими успехами на Западе, Гитлер теперь решил осуществить свою главную цель – завоевание жизненного пространства на Востоке. Чтобы решить германский вопрос, есть только один путь. «Насилие», объявил он на тайной конференции. Его генералы не выказали никакого реального протеста, и он остановил свой взор на ближайшем соседе – Австрии. Однако путь в Австрию был бы открыт только в одном случае, если прийти к взаимопониманию с фашистской Италией. И Гитлер начинает заигрывать с Дуччи, ярко выраженным экстравертом Бенитом Муссолини. «На экономическом двигателе современного мира». Дуччи был странной фигурой. Его позы, его жесты, частично борец за народ, частично актер-эксцентрик. Речи Муссолини были до крайности театральные. Чтобы осознавать в конкретных терминах нашу экономическую идентичность, которая давно криком кричит от монополистических аберраций большевизма, а также от очевидных недостатков либеральной экономики. Стремление к власти, жажда величия, непоследовательность, хвастливый цинизм и театральность. И несомненные сходства во многих чертах с германским диктатором. Постепенно оба вождя начали испытывать взаимную симпатию с некоторым налетом недоверия. Но Гитлер поддержал своего нового союзника в войне, с Абиссинией, а взамен получил желаемую награду. Муссолини убрал свою опекающую руку от Австрии. Гитлер увеличил давление на австрийского федерального канцлера Шушнига, который отчаянно пытался найти поддержку. Но ни Англия, ни Франция не желали ему помочь. Ему пришлось биться в одиночку. Решающей силой должна стать воля австрийского народа и его непоколебимой уверенность в своих руководителях, в том, что наша Австрия останется Австрией. Пока мы живы, наш флаг будет красно-белым. В Вене национал-социалисты еще не имели представительства в парламенте, но уже вовсю командовали на улице. Несмотря на все призывы к борьбе, кольцо вокруг Шушнига сжималось. Гитлер назначил Шушнигу встречу в Оберзальцбурге, в живописной идиле и в горах. Здесь состоялся далеко не идиллический разговор. Гитлер, сам австрийец, начал шантажировать австрийца Шушнига. Он требовал всей полноты власти для национал-социалистов и в довершение всего назначения лидера нацистов Зейс Инкварта австрийским министром внутренних дел. Гитлер дал Шушнигу семь дней на размышления, требуя принять его предложение. Неужели вы надеете, что вам удастся задержать меня хотя бы на полчаса? Кто знает, может быть я внезапно ворвусь в Вену, как весенняя гроза. Вот это будет урок для вас. Орет он на Шушнига, а затем выставляет его за дверь. Австрийские нацисты собирают силы. Теперь они могут действовать открыто. Однако Шушник отклонил требования Гитлера и попытался организовать плебисцит. Он пытался доказать, что именно он, а не Гитлер, имеет большинство сторонников среди австрийцев. Однако мощное давление со стороны Берлина заставило его отказаться от его планов. Подталкиваемый Герингом, Гитлер угрожал Австрии военным вторжением. Австрийских наций теперь невозможно было остановить. Теперь или никогда, они рвались к власти. В Вене они оккупировали офис федерального канцлера. Под давлением с двух сторон, снаружи и изнутри, Шушник наконец сдался и провозгласил, что уходит в отставку. Новым австрийским канцлером стал, как и хотелось Гитлеру, Зейс Инкверд. А потом Гитлер прибыл туда лично. 12 марта 1938 года он пересек границу в районе своего родного города, Браунау. Но в то время у него еще не было четкого плана относительно будущего Австрии. Гитлер поистине растаял, когда приехал в Австрию. Он действительно не ожидал, что все эти милые люди так тепло его встретят. Проехав триумфально по стране в течение четырех часов в открытой машине, он добрался до Линси, своего родного города. Раз уж провидение однажды призвало меня из этого города, чтобы возглавить рейх, значит, оно хотело от меня выполнение миссии. И эта миссия не могла быть ничем иным, кроме присоединения к моей дорогой родине немецкого рейха. Торжество в Линси было неописуемым. Затем случилось нечто странное. Гитлер тогда еще не пытался аннексировать Австрию, он хотел только привести к власти в этой стране нацистское правительство. Он сказал, новости из Англии и Франции весьма положительные. Оттуда практически нет никакой угрозы. Русские пока бездействуют. Почему бы не сделать все это сейчас? И он прихватил с собой все, что нужно. И мы отправились в Вену. Предмет его мечтаний с юных лет. Город, который он ненавидел за то, что там он был унижен. То, что происходило на сей раз на Гелденплац, дало Гитлеру, когда-то бродившему по ней бездомным подросткам, громадное удовлетворение. Мужчины и женщины Германии. Всего несколько дней назад национальная немецкая община начала революцию, распространение которой мы наблюдаем сейчас. Но значение которой в полной мере оценят только следующие поколения. Я провозглашаю новую миссию для этой страны. Это приказ, призванный объединить всех немецких поселенцев, как здесь, так и во всех уголках империи. Самый старейший остморк немецкого народа отныне и впредь станет новейшим аванпостом германского народа, а значит и германского рейха. Мы знали, что Австрию теперь стали называть немецкой Австрией после ее поражения в Первой мировой войне. Поэтому здесь всегда бытовали пан германистские чаяния. Но, конечно, была и сильная позиция, я бы сказал, 50 на 50. Но следует помнить, что нацисты захватили власть еще до вступления войск, а первые узники концлагерей были арестованы еще до того, как встал вопрос о границах. Конечно, нельзя сказать, что все австрийцы хотели видеть Гитлера у власти. Но он убедил людей, что кричащее на улицах меньшинство, это и есть большинство. Как фюрер и канцлер германского народа и рейха, перед германской историей я провозглашаю вступление моей родины в немецкий рейх. Как тысяча людей я был в экстазе. На моих глазах были слезы счастья. Я думал, вот, заря новой светлой эры. Мирные договоренности, превратившие обширную австрийскую империю в маленькую семимиллионную страну, рассыпались в прах. Мы достигли всего, чего хотели. Я был счастлив. Счастлив, как никогда. То же испытывали и маститые газетчики, и господин Рейнер, ставший впоследствии канцером. Мы все, включая венского кардинала Иницера, и всех епископов, добровольно подписавших заявление в поддержку Аншлюса. Составленной ими декларацией, они писали, что поддерживают его добровольно, без принуждения. Тогда было чувство счастья всеобщего братства среди всех политических партий, кроме, конечно, Шушнига Дольфуса. А в нее верили 20% избирателей, в том числе мои родители. Порыви чувств прошли почти незамеченными, сопровождавшие победу насильственной акции. Но с Гитлером пришло варварство. Его жертвами пали, помимо евреев, противники Аншлюса. Самоубийства исчислялись сотнями. Сколько из всего этого ликования, криков и слез инспирировано, и сколько искренних проявлений? Гитлера приветствовали потому, что он смог сделать больше, чем Бисмарк. Лозунги взывали к единству. Рассудок, казалось, у всех выключен. А шантажист играл свою лучшую роль. Человека, который заставит германскую историю совершить полный круг. Хотя западные страны подозрительно отнеслись к Аншлюсу, в Австрию, но даже тогда они и не предполагали, что начнется военная акция. И Гитлер сыграл на их нерешительности. Гитлер организовал плебисцит в Германии и в Австрии. Он хотел, чтобы народ сказал «да» его аншлюсу. И хотя его исход был ясен, и 99% он развернул широкую кампанию. Однако это движение и сегодняшняя Германия — все это моя заслуга. Я просто одержим идеей Рейха. И все-таки люди удивляются тому, что я так страстно желал присоединения моей Родины к нашей самой ненаглядной империи. Эта страна, ее народ вступают в Рейх отнюдь не на унизительных условиях. Я сам лично веду вас туда. Гитлеру это далось, очень легко. Это вдохновило его на новые шаги. На сей раз он нацелился на судеты. Конрад Генлейн, фюрер судетской германской партии, сыграл в плане Гитлера роль троянского коня. Он потребовал у правительства в Праге автономии для трех миллионов немцев, компактно проживавших в районе Судеты, в Чехословакии, которые чувствовали себя ущемленными в правах. Под лозунгами «Хайм инсрайх, домой в Рейх» были организованы массовые демонстрации. По указанию Гитлера, Генлейн продолжал настаивать на своих требованиях. Пропаганда превозносила Гитлера как спасителя судетских немцев, хотя для него они были только средством достижения цели. По одной причине. «Я лучше начну воевать в 50 лет, чем в 55 или в 60». Гитлер. Да, он был убежден, что это его миссия. Он сам себя убедил в этом. Миссия проведения эти слова пронизывают все его речи постоянно. Он был убежден, что послан проведением для спасения германского народа или для покорения других народов немцами, что тоже, видимо, представлялось ему его миссией. А результатом всего этого явилась обширная программа нацистской экспансии при помощи войны. Гитлер прямо обозначил свою цель. «Я твердо решил, — сказал он, — в ближайшем будущем стереть с лица земли Чехословакию, используя вооруженные силы». И он даже назначил день, 1 октября 1938 года. Эдуард Бенеш, президент Чехословакии, под давлением западных держав, был вынужден сделать ряд уступок. Англия и Франция придерживались политики заигрывания вместо открытой борьбы. Им нужен был мир, чтобы выиграть время, время которого, как понимал Гитлер, у него не было. «Я национал-социалист. Это значит, что я привык давать сдачи немедленно, и кому бы то ни было. Мы не ждем подарков от Бенеша судецким немцам. Мы имеем право жить так, как хотим, как все другие народы. Немцы в Чехословакии незабыты и небеззащитны». Гороскоп времени указывает не на мир, а на войну. Гитлер. Я не рискну предложить кому-нибудь почитать Майнкамп. Она очень плохо написана, и любой поклонник немецкого языка и литературы, знаток грамматики, будет слишком страдать, читая ее. Я уверен, что он просто продиктовал ее. Но не правил. Но если ее прочитать, то ясно как день, что этот человек рано или поздно все равно приведет страну к войне. Конечно, он был игрок. Но его тактика, как это видно по тактике переговоров о судецких немцах, зашедших в тупик, который привел к сентябрю 1938 года, его тактика заключалась в предъявлении мелких, многочисленных требований. И если им уступали, он тут же требовал больше. Так же он вел себя и на переговорах с чешским правительством. Как только те обещали, да, мы это принимаем, как он немедленно требовал больше. Все больше и больше. А на это уже невозможно было согласиться. Такую директиву он дал из Берлина. После речи Гитлера в судетах стало неспокойно. Чешское правительство ввело чрезвычайное положение. Потом, когда война уже казалась неизбежной, события вдруг приняли неожиданный оборот. Британский премьер-министр Чемберлен пожелал отправиться в любую страну, чтобы встретиться с Гитлером для переговоров. Сегодня мне предстоит встреча с германским канцлером, потому что, как мне кажется, ситуация не совсем ясна. И дискуссия между нами может иметь самые неожиданные последствия. Я всегда старался придерживаться политики мира. И если правительство Германии готово принять мои предложения, это позволит мне надеяться, что мой визит к нему не будет безрезультатным. В возрасте 69 лет он впервые сел на самолет, чтобы лететь в Германию. После 7-часового перелета он прибыл в Оберзальцбург. Гитлер потребовал отдать ему судеты на основании самоопределения нации. Он заявил, что 300 судетских немцев были убиты, и что надо немедленно расследовать это происшествие. Мне все равно, будет мировая война или нет. Гитлер Чемберлен решил проконсультироваться со своими министрами в Лондоне. Как только он уехал, Гитлер решил еще больше обострить кризис. Под руководством Генлейна в судетах по его указанию были созданы добровольческие вооруженные отряды, которые захватили города Эггер и Аш. Пресса взахлеб печатала всякие ужасы. Два трупа в Меринбаде теперь вас уничтожат. Германское население осталось без защиты. Методика всегда была одинаковой. Он устраивал кризисы по воскресеньям, когда, как считал, англичане играют в гольф. И никогда не придумывал ничего нового. Во время судетского кризиса у нас в Миде была такая шутка. Мы говорили, «Господи, опять появилась она, 80-летняя беременная немецкая мать, у которой горит деревянная нога и которая плывет через реку границы, а в это время чешские солдаты безжалостно ее избивают». Именно здесь, в Оберзальцбурге, говорил Гитлер, «мои мысли приходят в порядок». И все эти мысли были о войне. Гитлеру скоро стукнет 50, он надеется начать войну еще в этом году. Однако он не подозревает, что теперь западные страны были готовы ему подчиниться. Волк готовился сожрать овечку, а ему преподнесли ее на блюде. И снова Чемберлин отправился на встречу с Гитлером. В этот раз в Батт-Госберге, на Рейне. Гарантия мира. Вот чего я добиваюсь. И я надеюсь, что это мое путешествие может открыть мне путь к его достижению. Он привез Гитлеру неожиданный подарок. Согласие Великобритании, Франции и Чехословакии на сдачу судетов в Германию. К величайшему сожалению Чемберлина, Гитлер этого подношения не принял. Он выдвинул новые, еще большие требования. Он потребовал отдать ему все эти земли немедленно и без обсуждения с Чехословакией. Прага отклонила требования Гитлера и мобилизовала в армию миллион человек. Британский кабинет, казалось, не намерен был их выполнять. Франция провела мобилизацию, верила Чехословакию в том, что окажет ей военную поддержку. Тогда Гитлер вновь прибегает к шантажу. Он дал президенту Чехословакии два дня на размышления, принять его предложение или нет. Перед нами стоит последняя проблема, которая может и должна быть решена. Это моя последняя территориальная претензия к Европе. Но это требование, от которого я не откажусь. Я сделал господину Беннишу предложение. Я осуществил то, чего требовал он сам. В своих руках он теперь держит и мир, и войну. Или он немедленно принимает мое предложение, дает свободу немцам, или мы возьмем все сами. Мы настроены решительно, так что пусть господин Бенниш выбирает. Фактически у господина Бенниша не было никакого выбора. Но Гитлер решил проверить, насколько немцы готовы к мысли о войне. Он не знал, что маленькая, но влиятельная конспиративная группа готовила его снаряжение в случае, если он развяжет войну с Чехословакией. А потом пришла весть, подарившая европейским народам новую надежду. Мирная конференция в Мюнхене. Гитлер согласился участвовать в ней благодаря хлопотам Муссолини. Кроме двух диктаторов, в ней участвовали два демократа Чемберлен и Деладье. Все четверо были в хорошем расположении духа. Невил Чемберлен начинал получать удовольствие от полетов. За три недели он слетал в Германию трижды. Когда я был маленьким, то любил повторять. Если с первого раза что-то не получается, старайся, старайся и старайся. Вот что я, собственно, делаю. Когда я вернусь, то надеюсь, что смогу сказать, в результате моих усилий я смог противостоять смертельной опасности. И, по крайней мере, сократил риск. Гитлер — типичнейшая маленькая свинья, которую я когда-либо встречал. Чемберлен. Конференция началась на дружеской ноте 29 сентября 1938 года. Немцы надеялись на мир, но их фюрер угрожал войной. Или конференция добьется быстрых успехов, или решать будет оружие, категорически заявил он. Делегация Чехословакии была вынуждена ждать в коридоре. Гитлер отказал им в участии. Переговоры велись у них за спиной. Предположительно использовался текст Муссолини, но автором проекта был Геринг и другие накануне вечером. В половине второго утра судьба Чехословакии была решена так называемым Мюнхенским соглашением. Окупацию Судетской области предполагалось проводить четыре этапа. Гарантами новых границ выступали Англия и Франция. Планировавшееся свержение Гитлера не было осуществлено. Это был последний шанс, упущенный перед войной. Немцы теперь получили полную свободу действий. Мы отправлялись домой с чувством, что приемлемое решение наконец достигнуто. А именно мирная сдача приграничных районов с немецким населением во избежание войны. Вот так и завершилась эта конференция. По возвращении в Париж Даладье ожидал бурных народных протестов, но его приветствовали как героя. Толпа кричала ему «Ура!», а он прошептал одному из своих коллег, бывших с ним. Дураки. Чемберлин поверил, что отговорил Гитлера от войны и выиграл время для перевооружения. Решение чехословецкой проблемы, которая в настоящий момент уже принята, с моей точки зрения является лишь прелюдией к более полному урегулированию. И в нем обретет мир вся Европа. Это было воспринято как ужасное предательство всеми нашими союзниками, которые постоянно уверяли нас с самого начала чехословацкого кризиса, что они гарантируют нашу независимость, свободу и безопасность. Они нас предали. Гитлера тоже встречали в Берлине с триумфом. Только ему кричали ура за то, чего он совсем не хотел. За мир. И в душе он был очень недоволен. Для него Мюнхен означал поражение. События начали развиваться не так, как он хотел. Он искал войны немедленно, а его остановили. Он терял время и прозорливо это чувствовал. Он желал именно войны. И чем скорее, тем лучше. Я и в мыслях не допускал, что друзья и защитники Чехословакии преподнесут мне ее на блюдечке. Гитлер. 3 октября 1938 года германские войска заняли Судетскую область. Спустя несколько часов Гитлер пересек границу, которая вскоре исчезла. Вторая после Австрии война цветов была выиграна. Судетские немцы горячо приветствовали его как своего освободителя. Чувства, которые вызывало его прибытие, были не только политическими. Безусловно, он умел лично воздействовать на людей, особенно на женщин. Например, известно, что когда он приехал в Карлсбад, женщины были так наэлектризованы, что они просто почти падали в обморок, когда его видели. Это было что-то невероятное. как и тысячи других, я бросала Гитлеру цветы и вытирала радостные слезы. Тот магнетизм, который, казалось, излучал Гитлер, очень часто подтверждался. Это невозможно объяснить словами. но самое удивительное и непостижимое, что в нем действительно было что-то, что не имеет рационального объяснения. У него была некая аура, которая каким-то образом распространялась на окружающих. Да, я бы так сказала. Мы все чувствовали, что каким-то загадочным образом он обращался к каждому из нас лично, что он не просто обычный политик, что это человек, облеченный миссией, что он стоит выше политики. Приказ Гитлера, отданный спецподразделением Гестапо очистить Судетскую область, составил сотни тысяч чехов покинуть земли своих предков. анцеструль хомленд. Польша и Венгрия тоже получили свою долю пирога от дележа расчлененной страны. Президент Бенеш ушел в отставку, чейший из дней после Мюнхенского соглашения отправился в изгнание, в Англию. Эмил Хаха бывший судья стал новым президентом того, что осталось от страны, главой государства, которого в любой момент могло не стать. Хаха ввязался в борьбу, заранее проигрывая. Поиск выхода вслепую, слабость и предательство. Вот исторически верное описание настроений осени 1938 года. В нетерпении Гитлер требовал новых жертв. он определенно решил перейти Рубикон. Все эти договоры не стоили ни гроша. Теперь он решил напрямую нарушить суверенитет государства Чехословакии. Гитлер использовал фашиста Йозефа Тиза, чтобы повергнуть Чехословакию. Тот должен был провозгласить независимость Словакии от чешского государства, угрожая законному правительству, что в случае отказа Гитлер позволит Венгрии занять территорию Словакии. Шантаж сработал, и Словакия провозгласила свою независимость 14 марта 1939 года. В тот же вечер чешский президент Хаха отправился в Берлин к Гитлеру. Усталый с сердечным приступом, он был вынужден дожидаться в рейхсканцелярии несколько часов, пока Гитлер соблаговолил принять его. В 6 часов утра Вермахт займет всю территорию чешского государства, заявил Гитлер. От Хахи потребовали согласиться с вторжением и остановить народное сопротивление. Когда же Геринг пригрозил начать бомбардировки Праги, Хаха потерял сознание. Однако личный врач Гитлера привел его в чувство. В 5-м часу утра он подписал акт о капитуляции и официальную просьбу к Гитлеру о помощи. Хаха, униженный и сломленный шантажом покидал Берлин, а Гитлер в приступе эйфории бросился к своим секретаршам. Девушки, теперь каждая из вас обязательно должна меня поцеловать. Хаха все подписал. Этот день величайший в моей жизни. Я стану самым великим немцем в истории. шесть часов утра германские войска перешли границу, а спустя три часа достигли Праги, столицы Чехии. Это уже совсем не напоминало войну цветов. Это была ужасная, страшная трагедия. Был очень холодный день с дождем и снегом 15 марта. Едва мы проснулись, как по радио нам объявили об оккупации. А через два-три часа в Праге появились первые мотоциклы с колясками. Это был авангард оккупационных войск. И это было ужасно. Люди на улицах уже не приветствовали захватчиков. Они кричали. Это были беспомощные крики отчаяния. Взрослые мужчины рыдали. Это было так страшно. Это было страшно. Тот же день Гитлер лично выехал в город и провел ночь в замке Грачаны. Ни Англия, ни Франция мобилизацию не объявили. Я так и знал, сказал он радостно. Через две недели об этом вообще никто не вспомнит. еще в 1933 году, когда я служил в страховой компании, то все время разговаривал со своими коллегами-немцами. Я говорил, что Гитлер роет могилу всему немецкому народу. И именно Гитлер способен развязать войну. Вот вы и все увидите, он начнет большую войну. Но они говорили, как ты можешь так говорить? Гитлер решил столько проблем. уничтожил безработицу в Германии и тому подобное. Да, но какой ценой? Немцы еще не знали, какую цену им придется заплатить. Шантажист зашел слишком далеко. Он впервые завоевал другой народ. Только-только началась весна. Но голуби мира уже не парили вокруг. Осенью война неизбежно начнется. русский неизбежно и ровно неизбежно